После подписания договора с польскими коллегами началось активное практическое сотрудничество. Практиканты описывают определенную количество дел, и мы узнаем все больше и больше про эту часть истории. Что касается практической работы по оцифрованию, то нам передали два сканера и компьютер. Это наиболее современное обладание с оцифрованием, и вчера у нас прошел семинар практику. Одесские архивисты, в свою очередь, заинтересованы в изучении истории украинской диаспоры в Польше, подчеркнула специалист. Когда мы были в Польше у березня этого года, то нам дали возможность работать с такими документами. Это величезная база данных, которую мы имеем сегодня в архиве. Нам передали уже копии документов, деяких из истории украинской диаспоры. Это очень интересная история, начиная с 2018 года. Это эммигранты периода Украинской народной республики до 1991 года. Это неведомая нам история. У нас в Украине действует программа «Зарубежная украинка». И, соответственно, к закону про национальный архивный фонд и архивные установки, мы должны выявлять документы за кордоном с украинской историей, описывать их, оцифровывать и пополнить национальный архивный фонд. Чем, власне кажучи, мы и занимаемся. Руководитель делегации, заместитель директора архива Института национальной памяти Польши Марию Жулавник отметил, польская сторона нацелена на длительное плодотворное сотрудничество с одесскими архивистами. В нашем архиве свыше 900 километров документов, среди них есть материалы, посвящённые украинцам. В рамках этого договора украинская сторона также может проводить свои исследования. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет длиться не месяцы, а годы, поскольку цель договора – не только получение цифровых копий нужных документов. Мы также готовим общую польско-украинскую выставку, основой которой станут материалы Одесского архива. Надеюсь, она откроется в ноябре этого года в дальнейшей перспективе издания общей книги. В фондах Одесского архива хранятся уникальные документы, имеющие непосредственное отношение к истории Польши. Особое внимание на одном из них в ходе нынешней встречи акцентировала Лилия Белоусова. На нашем архиве хранится уникальный фонд семейный фонд «Живёны». Это дворяя, которые прибыли из Литвы и сели на юге Украины. И мы просто находим совершенно уникальные вещи. Это генеалогические документы, грамоты очень древние. И среди этих материалов мы находим такой уникальный документ за подписью тогда уже Костюшка, национального героя Польши. Большую перспективу сотрудничества польских и одесских архивистов отметил также консул Республики Польши в Одессе. Генеральное консульство всегда рада этому, что институции украинские и польские сотрудничают. Мы только можем помогать, мы только можем благодарить, что они совместно работают и делают то, что возможно, чтобы открыть правду. И правда самая важная в этом всем. А консульство всегда благодарно людям, которые сотрудничают. Польша и Украина всегда дружеские страны. И мы только видим благо в этом, что есть возможность помогать друг другу. Обмен информацией, участие в совместных проектах, оказание практической помощи – неотъемлемая составляющая работы архивистов, как Украины и Одессы в частности, так и других стран. Ведь это бесценный опыт, который помогает по крупицам восстанавливать забытые страницы истории и сохранить события дня нынешнего для потомков.